Девушки отдыхают Всем все равно. Когда тебе плохо, всем все равно. Часто человека отпугивают, только он задумает стать богатым, только у него придет мысль заняться каким-то делом, а перед ним уже мысленно воображаемые препятствия. Препятствий не нужно бояться. Для того, чтобы чего-то достичь, ты не должен быть таким, как все. Ты должен быть ненормальным, который не живет по законам, как живут все. И встают по звонку, просыпаются, идут на работу, по звонку их отпускают на обед, по звонку они уходят с работы, приходят домой, ужинают, заводят будильник. И день сурка это продолжается каждый день. Это 90% людей. Я ненормальный. Я горжусь этим. В моих секретах есть моменты, которые могут показаться противоречивыми. Я хочу, чтобы каждый из вас понял, что во всем нужна мера. Не позволяя своей жизнью управлять тем, кто составляет какое-то мнение. Вместе с тем, обратная связь, она очень важна. Существует разное мнение. Для того, чтобы достичь успеха, нужно много учиться, нужно иметь специальное образование, нужно иметь очень много знаний. Кто-то говорит, что для того, чтобы стать успешным, нужно иметь талант. Но мир полон невостребованных талантов. Кто-то говорит, для того, чтобы стать успешным, нужно быть гением. Мир полон гениев-неудачников. Всемогущий лишь упорство и настойчивость. Это главное в достижении цели, именно это главное в достижении успеха. У меня есть мои одноклассники, одноклассники, которые получили медали, которые получили красные дипломы. Гениальные люди с великолепной памятью, с талантом. Люди, которые схватывают все на лету, но в жизни они не приспособились. Они отличные наемные работники, потому что на таких специалистах, профессионалах держится вся промышленность, держится экономика, они нужны. Но они не богатые люди. Наполеон Бонапарт сказал, кто не умеет говорить, карьера не сделает. Поэтому для того, чтобы ты достиг успеха, ты должен научиться говорить, ты должен научиться продавать. Не обязательно продавать какой-то предмет, какой-то товар. Продажа всегда начинается с себя. Если ты понравишься человеку, значит ему понравится все, что ты предлагаешь. 93% продаж, 93% коммуникаций происходит на уровне невербальной коммуникации, на уровне эмоций и ощущений. Можно заучить текст, у тебя ничего не получится. Есть люди, которые отлично владеют текстом, они могут отлично преподнести текст, грамотно выстроясь со всеми аргументами. А у них не получается. У них не получается себя продавать, у них не получается продавать продукт, у них не получается делать бизнес, они не достигают успеха. А дело не в тексте, дело не в знаниях. Самые успешные продавцы в мире, самые успешные бизнесмеры в мире, даже о своем товаре, они знают 10% этого достаточно. Для того, чтобы стать успешным, о своем продукте достаточно знать всего 10%. Просто эти 10% надо знать на все 100%. Это важно, это нужно усвоить. Это такая пирамидка, в которой 7% означает содержание речи, 38% означает, как ты это говоришь, интонация, эмоции, ощущения. И 55% – как ты выглядишь. Так вот, эти все 100%, они зависят от того, как ты понравишься. Если понравишься ты, значит понравится то, что ты рассказываешь, то, что ты предлагаешь. Если ты сам себя умеешь преподнести и продать, значит, успех у тебя в кармане. Поэтому начните с себя. И это один из самых главных принципов. Передать это невозможно. Иногда общаешься с человеком, вроде бы он все правильно говорит, а у тебя внутри недоверие. А иногда человек просто что-то сказал, и ты ему поверишь. Нужно доверять своей интуиции. Хочешь быть счастлив – будь им. Живи сейчас, делай свою жизнь яркой. На невербальном уровне за тобой подтянутся люди. К тебе придет успех. Хочешь быть богатым – будь им. Веди себя как богатый человек. Чувствуй себя уверенно. Какая вера в тебе, какая уверенность в тебе, какой в себе посыл, как ты выглядишь. Хочешь быть миллионером – да выгляди изначально как миллионер. Веди себя уверенно. Идут только за вожаком.